Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» встретился с семьями погибших участников СВО. Подробности у Мурата Дженкёзова. В начале встречи глава республики Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования прежде всего матерям и вдовам погибших военнослужащих участников СВО. Самые искренние слова соболезнования матерям погибших, ребятам. Печально это всё, но я могу сказать одно, что ваши мужья, сыновья, дети – это настоящие герои, которые, к сожалению, отдали свою жизнь за нашу родину. В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших участников СВО. По ряду вопросов будут обращения в федеральные органы власти. Рашид Тимрезов выразил твёрдую уверенность в том, что семьи военнослужащих всегда будут окружены заботой, вниманием и не останутся без поддержки. Я хотел бы сегодня пользоваться такой возможностью, с вами поговорить, может быть, с чем мы можем быть полезны, может, в решении каких-то наслуженных вопросов текущих. Я обещаю вам, что мы готовы всё это исполнить и дальше поддерживать семьи погибших ребят. Все озвученные на встрече вопросы глава республики взял на личный контроль, и все они будут решены в ближайшее время. Также Рашид Тимрезов рассказал, что в дополнение к федеральным мерам поддержки на уровне республики принят ряд финансовых и нефинансовых мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. И этот перечень постоянно расширяется. Конкретно все наши структуры, я сталкивалась со всеми, с Министерством труда, с Министерством здравоохранения, как бы однозначно очень хорошая поддержка идёт. Хочу выразить огромную благодарность нашему главе Рашиду Борисбевичу за то, что они не забывают семьи, именно участников, именно семьи погибших. То, что держат на контроле многие вопросы, помогают. За это огромная благодарность. Мурат Шанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день образования Следственного комитета России. С профессиональным праздником председателя Следственного комитета России Александра Бустрыкина, руководителя Следственного управления по Карачаевой Черкесии, сотрудников и ветеранов территориального органа поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Как подчеркнул президент России, Следственный комитет является одним из важнейших ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сегодня сложно представить реализацию правосудия и защиту прав и интересов граждан без участия работы сотрудников органов следствия, которые каждый день решают сложные задачи, требующие не только профессионализма и ответственности, но и высоких чувств морали, справедливости и личного мужества. Примите слова искренней благодарности за вашу безупречную службу, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение законности и правопорядка Карачаевой Черкесии. Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Карачаевой Черкесии Николай Щепкин подвел итоги работы в ведомство за 2023 год. Следователями Следственного управления окончено 408 уголовных дел, из них 272 – это тяжкие, особо тяжкие преступления, отметил в эксклюзивном интервью нашему телеканалу Николай Щепкин. Традиционно работа оценивается в том числе по раскрываемости особо тяжких преступлений против личности и половых преступлений. В этом году у нас раскрыто убийством 93% совершения преступлений. По причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего, 100% все четыре преступления, которые были совершены, они были раскрыты. И по насильственным сексуальным преступлениям у нас тоже 100% раскрываемость. Среди оконченных, сложных, резонансных уголовных дел можно назвать, допустим, раскрытие убийства жителя Уджигуты, совершенное больше 25 лет назад. Изнасилование жительницы села Новый Карачай, совершенное 23 года назад. Ряд уголовных дел в отношении должностных лиц, это и сотрудников внутренних дел, и судебных приставов, должностные преступления. Дела в отношении глав сельских поселений, которые, пользуясь полномочиями своими, раздавали земли близким родственникам. На стадии завершения расследования находятся два уголовных дела резонансных. Это об убийстве из огнестрельного оружия около здания ЗАГСа в Черкесске, совершенное в феврале этого года. И о разбойном нападении, покушении на убийство в отношении замглавы федерального казначейства и арбитражного суда, тоже повлекшие федеральный резонанс. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 5-7, днем 6-8 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В выходные министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель правительства Карачева-Черкесии Мурат Аргунов оценили капитальный ремонт Зеленчукской школы. Руководитель федерального ведомства уже посещал образовательное учреждение в мае прошлого года. И тогда давал собственные рекомендации о ходе строительных работ. О том, как преобразилось с тех пор здание, где обучаются около 800 человек, в сюжете корреспондента Артур Амкце. В мае прошлого года министр просвещения России Сергей Кравцов посещал образовательные учреждения Станицы Зеленчукской во время уроков о важном. Тогда же он оценил ход ремонтных работ в первой школе, а также предложил реконструировать участок, где расположен памятник педагогам и ученикам, участникам Великой Отечественной войны. Завершенная с опережением графика преображения здания позволила возобновить здесь занятия в начале нового учебного года. И на этот раз руководитель федерального ведомства прошелся по уже отремонтированной в рамках программы модернизации школьных систем образования территории. В сопровождении председателя регионального правительства Мурата Аргунова и министра образования и науки Карачао-Черкесии Инны Кравченко он посетил сперва памятник учителям и школьникам, павшим за родину, а затем оценил качество проделанной работы и условия, в которых занимаются дети. На протяжении двух лет в школе проходил капитальный ремонт, который был в 2023 году завершен досрочно. Сегодня в этой школе обучается 777 учащихся. Все ребята вернулись в свои классы, обновленные классы. Созданы лучшие сегодня современные условия для того, чтобы получать качественное образование. Кардинальное преображение было проведено с учетом пожеланий родителей, школьников и самих учащихся. В результате получили учреждение, которое соответствует всем современным требованиям, включая цифровую образовательную среду. Во время работы были полностью перештукатурены стены, полностью проведена окраска, замена полов, замена системы отопления, водоснабжения, замена системы светопроведения, установлены полностью новые перила в школе, полностью разведен интернет по школе. Поэтому сейчас каждый кабинет оборудован современными условиями. Этот центр детских инициатив позволит выявлять и развивать таланты у школьников, что отметил и министр посвящения Сергей Кравцов по итогам обхода первой средней школы станицы Зеленчукской. Всего же в завершившемся году в проекте модернизации системы образования участвовали 24 организации республики. Артур Мгцевести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. За 2023 год Карачаево-Черкесия приняла 2 миллиона 103 тысяч туристов, что значительно превышает показатели за 2022 год почти на 10%. Неизменно самыми популярными зонами отдыха остаются курорты Дамбай-Архыс, а также туристические комплексы Медовые водопады и Мара. Дамбай посетили 961 тысяч туристов, 150 тысяч, из которых провели первые дни 2024 года. Как организована работа служб, призванных обеспечить качественный, самое главное, безопасный досуг туристов на снежных склонах Дамбая, узнавал Ахмат Халкечев. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного кавказского хребта, открывающиеся со склона горы Муса-Читара, еще раз убеждают в правильности выбора и тех, кто посещает Дамбай впервые. Едем под впечатлением, мы на автомобиле сюда ехали, красота. Сбываются мечты, да? Пейзажи какие-то необыкновенные, это не передать словами. Это надо почувствовать. Снежки успеем покидать? Да. Ну, как тебе в целом здесь вообще находиться? Ну, нравится. Только снеговика мы не можем слепить. Тут он такой мягенький, снежок. Не совсем такой, как у вас? Ну, у нас его нету сейчас. У нас нету снега. Не забываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта в этом сезоне здесь обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих. Три синих средней сложности и четыре красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. Здесь ровненько, красиненько, уже все разглажено. Так что вообще одно удовольствие кататься. Сколько времени? Ну, мы где-то, наверное, на большой трассе с часов 12. Вот. Кстати, наверху есть классная кафешка. Если хотите посидеть, это очень вкусные причины. В конце 2023 года на курорте Домбай ввели в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс. С приличением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курортного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Они оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонений спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для преотвращения эрозии. Ну, а для тех, кому еще рано идти за адреналином на горные склоны, организованы менее экстремальные развлечения. Как вам Домбаева? Очень классно. Природа такая. Да, красиво очень. Какие развлечения? Для себя здесь открыли? Тут мы катались на плюшках. Очень много. Очень круто. Поели хачаны. Ну, как вам хачаны? Очень вкусно. Впервые в Домбаеве? Нет, не впервые. Уже, наверное, раз в третий. Каждый год приезжаете? Да. А на чем катаетесь? Ну, сейчас будем, наверное, кататься на каких-нибудь льзянках или что-то типа того. На плюшках зимних. По уже сложившейся традиции последних лет специалисты регионального ментуризма прогнозировали, значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну, а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, вложенных патрулей и спасательных служб. При этом, если данная тенденция сохранится к следующему сезону, без кардинальных решений будет не обойтись. Уверены работники туристической отрасли. Ахмат Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Тамбай. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok